Вначале немного об истории фестиваля. Первый концерт состоялся в 2014 году и был посвящен открытию памятника Джону Леннону. С тех пор поклонники Битлз и музыканты приезжают на Бирюзовую Катунь регулярно. Любопытно, что изначально организаторы предъявляли к выступающим требования звучать со сцены должны битловские хиты, очень близкие к оригиналу. Сейчас такого нет. Оркестр нашей государственной филармонии Алтайского края совместно с мужским вокальным хором под управлением Афанасьева приготовили сюрприз. Они будут исполнять сюиту битловскую. Организаторы признали, что еще в первый год проведения фестиваля были уверены, он станет масштабным и по числу группы, и по количеству зрителей. Чтобы гостей было еще больше, волонтеры праздника вышли на Барнаульский нулевой километр. Здесь была организована тематическая фотосессия. Все желающие могли сделать снимок на знаменитой зебре, а также предстать перед камерой в образах легендарных битлов. Наша съемочная группа решила выйти в народ, чтобы узнать у обычных прохожих, много ли среди них настоящих поклонников ливерпульской четверки. Как вы относитесь к творчеству Битлз? Да что это такое? Знаем Джона Леннона, Йокоона знаем, песни «Желтая субмарина». Каполины, Пуша, Рай, Юль. Машки, припустите, что у вас? По-вашему это Битлз? Да. Ну а истинные ценители творчества Битлз уже через пару недель соберутся на бирюзовой катуне. Добавим, что вход на фестиваль «Бикос оф зе Битлз» бесплатный. Елена Кузовкина, Екатерина Скорых, Павел Лаурнин. Наши новости.